Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. За прошедшие сутки в Республике Саха-Якутия фиксируется увеличение количества случаев, выявленных новой коронавирусной инфекцией. Зафиксировано по данным управления Роспотребнадзора 405 случаев заболевания, в том числе 27,2% составляют дети, лица школьного возраста. Из 295 взрослых, непривитых, 289 граждан, это 97%. Необходимо обратить внимание, что течение заболевания у детей, все дети поставлены на учет, течение заболевания у детей происходит в легкой форме, и, соответственно, медицинская помощь оказывается в срок нашими поликлиническими отделениями на территории Республики Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание на тот факт, что на настоящий момент основное количество заболевших фиксируется в городе Якутске, и скорость распространения инфекции увеличилась по сравнению с распространением инфекции в предыдущие периоды. Сегодня в наших стационарах получают лечение 642 пациента, в состоянии средней тяжести 588 человек, в тяжелость 49, при этом 97% пациентов являются непривытыми. В отделениях реанимации находятся 5 крайне тяжелых больных, в реанимации речь идет о реанимации в целом по республике. На ежедневном контроле также остаются такие города, как город Якутск, Мегино-Кангаласки, Алданский, Горный, Намский и Усть, Алданский район. Оперативные штабы районов мониторят ситуацию постоянно. Первым компонентом в целом по республике привито 541 1805 человек, что составляет 75,6% взрослого населения. Необходимо обратить внимание, что в республике продолжается кампания по ревакцинации. По всем исследованиям в системе здравоохранения Роспотребнадзора, лица, которые непосредственно у нас вакцинированы, которые ревакцинированы, даже в том случае, если они повторно заболевают или заболевают ковидом, то течение происходит значительно легче. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, вы знаете, что с сегодняшнего дня введены правила указом главы республики Саха-Якутия, по которым вход в торговые центры осуществляется на основании QR-кодов. Необходимо обратить внимание на неукоснительное соблюдение. Соответственно, необходимо также и обратить внимание на то, что как в городе Якутске, как в городской системе дополнительного образования, так и республиканская система дополнительного образования на настоящий момент приостановила оказание своих услуг в очной форме и, соответственно, все кружки и секции на настоящий момент переведены на дистанционную форму обучения. Необходимо также обратить внимание, что с сегодняшнего дня начали работать частные поликлиники, все наши частные медицинские организации по приему бесплатных граждан, по экспресс-тестированию для выхода населения в случае, если требуется подобного рода экспресс-тест при выходе на работу, если гражданин приехал или выходит из отпуска. Данное правило на выход именно на определенные объемы для медицинских частных организаций связано с тем, чтобы в поликлиниках развести потоки. Кроме того, с сегодняшнего дня началось экспресс-тестирование всех работающих на сменах в жизни обеспечивающих предприятиях города, в связи с чем мы обращаем ваше внимание на необходимость самоконтроля за собственным состоянием здоровья. Медицинские организации работают в режиме повышенной готовности.